Значит, ну так что вы? Как в Америке-то вам вообще? Ну, неплохо. Я, в принципе, как только приехала, я год еще продолжала работать на Киев, поэтому я так не очень была в этой сфере, когда уже перестала работать. Вот сейчас только начала немножко вкушать. Но вы эту американскую мобу подхватили? Ну, в принципе, да. У меня так был как бы средний уровень английского, потому что я еще в Киеве и с кастомерами, да, работала. Ну, не с английской школы, но английский у меня, в принципе, был. Я скажу, что сильно хороший, но средний. Хорошо. Ну, по Винницкой области вы не скучаете? Скучаю очень. Я вообще по Украине скучаю. Мы в ноябре собираемся с Леной в Украине. И что вы там будете делать? Харилку? У нас первое дело будет три годика IT Labs. Будем праздновать трехлетие IT Labs. Ну, как девчонки праздновать, так сказать. Ну, не только девчонки. У нас там много людей. Мы планируем уже... У нас 600 выпускников. Планируем еще больше добавиться. Будет пати на тысячу человек. Поехали с нами, Михаил Ильич. Не упускайте такую возможность. Ну, я даже не знаю, не знаю, как... Если узнают, что вы приезжаете, то у нас будет, наверное, на праздновании 5 тысяч человек. Долженат каким-то кинотеатр снимем. Ну, так, от чего и стадион можем снять. Все, и даже не скажем, что байзан вызывается. Я боюсь, что все 600-то не придут. Ну, обычно, да, все не приходят. Ну, вот у нас в прошлое день рождения, мы грандиозно любим праздновать. У нас было 150 человек. У нас на тот момент было около 400 выпускников. Пришли 150. Вот. То есть, ну, а на этот посмотрим. Посмотрим. Вот. Поэтому будем праздновать. То есть, у вас народ любит собраться по поводу и без повода. Я смотрю сейчас. Почему бы и нет? У нас только не собрать. У нас, наверное, выпускников, я знаю, мы праздновали... Скоро год будет. Мы праздновали 20-летие. О, поздравляем. Спасибо, спасибо. Партия была в сентябре. Так вот. Но у нас много, там, не знаю, тысяч, наверное, 6 выпускников, выпускников. И... Ну, мы, правда, ограничили запись. Но у нас там было человек, наверное, 300. Вот. И так разных лет там народ собирался. Ну, были даже те, кто в самой первой группе были. Там 20 лет назад. Да. Многие ещё живы. Вот. И прекрасно себя чувствуют. И слава Богу! Это отлично! Здоровье им побольше! Что вы делали? Как вы праздновали? Прям как в синагоге. Покушали и выпили. О! Да. Покушали и выпили. Ну, там они ещё танцевали некоторые. Курили на улице. О! В основном это всё общение. То есть они там друг друга увидели, нашли там, общались. Ну, это классно. Да. Некоторые пытались резюме всучивать. Но это... Пользуясь возможностью. Да. Вспоминали уроки, как надо делать. В основном, конечно, общение. То есть это очень трогательно было для меня тоже. Потому что общение много. У нас есть даже репортаж. Мало того, там ещё блогеры были, которые снимали. О! О! Там снимал Хвастович. Там снимал ещё один есть молодой человек. И ещё один приезжал из Сан-Франциско. Я в этой сляпе чувствую, как будто бы вот я загораю. У меня солнышка не хватает. И какого-то, знаете, коктейля. Как я вас понимаю? У вас и платье такое пляжное. Ну, пляжное. Я в офис в нём хожу. Вы видите, пляжное. Михаил. Ну, допустим, да. Если бы мы шли в нём на пляже, было бы неплохо. Да. А, ну хорошо. То есть оно пляжу тоже бы подошло, да? Тоже бы подошло. Оно такое лёгкое. Оно такое... Оно даже не открытое. Вы говорите, пляжное. А что ж тут такое зонто все закрытое? Конечно. Тут же всё закрывается на пляже. Все закрываются. А что, зонтик взять? Ну, вот-вот-вот, да. Помните, Вася рассказывал вам про Summer Camp? Который мы собираемся сделать. Летом собрать студентов. Чтобы какой-то им проект дать. И разные роли назначить. И чтобы они заделали этот проект. Ну, вот, попрактиковались. А, ну, это в городе или в лесу? Мы собираемся это делать у себя в офисе. А-а-а. Называется это Summer Camp, потому что там летом. Я понял. Коваров там нету. Так вот, Лена... И никто не утонет там в речке. Я нашла, получается, кастомеры. Я нашла проект. Ну, проект, на котором я сейчас работаю. Как Open Source QA. Они не заинтересованы в том, чтобы работать с нами. Им тоже интересно. Ну, Open Source, конечно. В принципе. У них открытый код. Им нечего скрывать. Нет ничего бояться. И плюс это нам, людям, научить их. Я думаю, что в резюме хорошо написать. А, в резюме. Мы разрешали в резюме написать. Я вам буквально на нем говорил о том, что человек не может жаловаться в IT, что нет опыта, потому что есть Open Source. Да. И сколько хочешь проектов набирай. Конечно. Ну да. И там проекты очень интересные. Вы знаете, что такое IOT? Internet of Things? Конечно. Это сейчас вот такая вот. Да. И вот это вот платформа. IOT-платформа. Вот. Да. Там еще кое-что есть. Но там, да. Ну, хорошо. Хорошо. Это очень прикольно. Вот. И мы сейчас на стадии развиваем эту всю тему. И хотим стартануть, надеемся, этим летом. Ну да. И посмотрим, как оно пойдет. То есть мы это делаем бесплатно. Мы привлекаем своих выпускников. Да. А у вас есть какая-то... Ну, вот вы с этими вашими курсами в Киеве. Вы ощущаете наличие какой-то конкуренции? Или... Хо-хо-хо-хо. Ну, хо-хо-хо. Это что значит? Какая конкуренция? Вот смотрите. Просто это вот, чем я не перестаю восхищаться. Что здесь, в Кремниевой долине, такое ощущение, что только паркнов скул. То есть у вас конкурентов нет. Ну, есть еще индусы. Ну, я их конкурентами не считаю. Да. Вот. А у нас было... Ну, вот на момент декабря было около 20 разных школ. Нет. Ну, прямо школа с офисом. Как-то... Ну, школа или школа объявлений в газете? Или школа? Ну, вы знаете, таких прямо вот, ну, как серьезных, полноценных, ну, 5 точно. Хорошо. А есть же еще онлайновые всякие? Ну, да. Ну, вот в Киеве как-то в основном школа, ну, там в офисе преподают, онлайн как-то запускают. А вот, например, если вот человек живет в Киеве и хочет, например, взять какой-то курс, там, не знаю, из Москвы. Вот. Я знаю людей, которые учатся из Москвы. Но это дорого получается на рубли или как-то? То есть, скажем, дешевле местные взять? Сильно дешевле? Вот. То же самое, но, скажем, на гривны. Ну, вот это хороший вопрос, я вам так сейчас не отвечу, потому что там же и рубль упал в последнее время, и гривна упала по отношению к доллару. Да, да. То есть, в любом случае сейчас получается вот в Украине, когда что-то покупаешь, очень дешево. Отсюда? Не-не-не. Ну, вот в Украине, ну, цены, допустим, вот я когда приезжала, да, вот в декабре, то, ну, получается, цены плюс-минус те же остались, немножко там поменялись, да, а доллар, ого, как вырос. Я понял. Да, и ты в долларе всегда чувствуешь... Да, то есть, попугаев у меня длины больше. Что-что? Мультик такой был. А! Попугаев у меня длина больше. Ну, да, 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 да. Вот, а так сказать, мне кажется, плюс-минус одинаково. Вот Украина и Россия плюс-минус одинаково по ценам. Окей. То есть, скажем, на доллары было бы одинаково, или как? Да. Ну, вот, опять же, я сейчас, знаете, так, ну, на 100% не скажу, но я думаю, что плюс-минус одинаково. Окей. То есть, на самом деле, можно, как бы, через границу, там, брать курсы какие-нибудь, это не будет разница в себе. Ну, да. Ну, вы знаете, что интересно? Люди предпочитают заниматься в офисе. Вот мы даже, вот, мы хотим поменять сознание, ну, показать людям, что, смотрите, вы же можете и онлайн. Когда говоришь человеку, вот у нас есть онлайн, они говорят, не-не-не, я подожду, но я хочу в офисе. Это понятно, потому что в офисе есть какой-то внешний фактор, который тебя заставляет заниматься. А когда ты в онлайне, ты должен быть сам внутренне активным и, я не знаю, у меня и в офисе, вот, например, самому не очень просто, но чтобы в онлайне, я просто не буду ничего делать. У меня столько и дел разных. А так, ты уже все равно пришел, ты ехал, ты отвлекся, тебе уже никто в это время не звонит, ты уже сел, понимаешь? – Угу. – Поэтому в офисе большой идет. Вопрос можно задать, ну, как-то оперативно, с ребятами обсудить. – Ну, да. – В офисе много преимуществ есть, есть недостатки, ты должен ехать оттуда, ехать обратно. – Да, да, когда онлайн, ты там включил, кнопочку нажал, да, и понеслось, можешь там ногти красить. – Ты можешь в онлайне, ты можешь, оно в записи обычно дается, потом можно смотреть сто раз. – Можно пересмотреть сто раз, да, да, да. – Остановиться, перекрутить, послушать, это правда. Но мы, например, когда у нас люди в офисе занимаются, мы им даем все записи, которые есть в онлайне. То есть, у нас все ресурсы, которые есть, мы даем и тем, и этим. То есть, было бы странным прятать какой-то ресурс, который помогает в достижении цели. – Конечно, цель же это основное. – Цель – это чтобы они работу нашли. Поэтому, если у них есть силы заниматься, другое дело, что, знаете, как вот есть две пословицы американские, очень похожи по содержанию. Одна говорит, что ты можешь открыть дверь перед человеком, но ты не можешь заставить его войти. А вторая похожая очень. Она говорит, ты можешь привезти лошадь на водопой, не можешь заставить ее пить. Поэтому мы как бы создаем ресурсы, понимаете? Мы создаем ресурсы. Вот река, смотри, какая речка там, хочешь водички? Нет. И копытом. Вот. Поэтому мы делаем, что можем, а дальше уже оно как получается, так и получается. – Ну да. Да-да-да. А вы знаете ICTQB-сертификацию? Слышали ли вы ее? – Я, конечно, слышал. Но у нас тут это абсолютно как бы… Тут недавно вот разговор зашел на эту тему. И поскольку у меня есть рекрутерская лицензия, я пошел посмотреть по Кремниевой долине. Я знаю, что в Европе, говорят, популярно. – Очень популярно. Уже даже пять лет как держится. С точки зрения получить работу. Ну вот я говорю про нас тут конкретно. Вот я же на местности работаю. Мне надо, чтобы вот тут ребята находить работу. – Ну конечно, да. – Получается такая катавасия. Значит, что они… Я смотрю как рекрутер, и я смотрю как человек, который ищет работу. Значит, позиций за месяц, на месячном поиске три позиции, в которых упоминается эта сертификация. И это не начинающие люди. Это уже довольно серьезные. Им там вот это вот зачем-то нужно. Смотрю, сколько людей. Пятнадцать человек. Среди них много наших студентов, которые пошли еще где-то эту сертификацию тоже получили. Потому что сертификация – это то, чем разводят, значит, новичков. Новичкам, у которых опыта нет. Им говорят, вот будет сертификация. Она заменит отсутствие опыта. Это опыт заменяет отсутствие сертификата. А сертификат не заменяет ничего. Бумажка. Понимаешь? Поэтому три пятнадцать. Вот и все. Причем пятнадцать – это начинающие, а три – это senior level. Такие вот. Все. На этом месте все заканчивают. Поэтому… У нас есть преподаватель, вот там у него сертификация. Но я не знаю, для чего это нужно. То есть я понимаю, когда сертификация, скажем, на Oracle, на Cisco, на какой-то продукт, сертификация чего-то, чего тебе не принадлежит. Понимаешь? Вот мы с вами сейчас сядем, сделаем сертификацию. И скажем, значит так. Вот у тебя будет золотой, серебряный, платиновый. И значит так. За золотого платишь столько, за этого столько и этого столько. кто деньги собирает. Ну да. Поэтому… Значит… А еще там Васю позовем, может нам веб-сайт запрограммировать сам. Вот. Или готовы где-то взять там за 150 долларов. Угу. Вот нет такой сертификации на программиста. Ну да. Понимаешь? Вот нет такого программиста… Есть же вот эта Java сертификация. Есть там по Java. Ну да. Но нет общей на программиста. Java – это продукт компании Oracle сегодня. Да. То есть Oracle может сертифицировать тебя как Java программиста. Это есть кому сертифицировать. Да. Ну конечно, как же. Но… Вообще… Программист. Вот это тестер. Было тестирование сертификации. Это что такое? Ну вот видите, как интересно. Сколько людей, сколько мнений. Да. Потому что вот в Европе… Вот я сколько работала с заказчиками. Там были у нас в Дании, в Германии. Вот говорят… Вот прямо и говорит заказчик. Если у меня два кандидата. У одного сертификации, у другого нету. И вот они одинаковые. Я возьму сертификации. Я Вам отвечу, почему это происходит. Потому что есть частная инициатива и есть государство. Государство предельно неэффективно. Государство никогда не создаст ни одной инновации. Государство очень хорошо делает одну вещь. Оно транжирит ресурсы так, чтобы не осталось ничего и не было бы выхода из этого. Поэтому, когда государство размещает проект, заказ, и сидят чиновники. И эти чиновники никому ничего не должны. Потому что деливер. Они не должны сделать что-то, откуда деньги возьмутся. Понимаешь? Просто как силиконовая вода не наработает. Или ты можешь, или не можешь. Или мы вышли в паблик, или не вышли. Или мы заработали деньги, или не заработали деньги. Понимаешь? Значит, поэтому получается такая штука. Или ты функционируешь как госструктура, которая отчитывается не перед тем, кто... Ну, им не надо. Им деньги дали. Они должны отчитаться перед тем, кто деньги дал. Поэтому они могут себе позволить абсолютно любой маразм. Они могут надуть щеки. Они могут... Что хочешь могут. Потому что они не отчитываются ни перед кем. Перед кем отчитывается City College? Перед тем, кто деньги дал. В бюрократии. Разве City College отчитывается перед студентом? Студент говорит, слушай, ты 3 копейки заплатил. Ты еще тут права качать будешь. А никто и не качает. Какие права у студента в City College? Это у меня у него права, что он деньги заплатил. Понимаешь? А я должен отработать. Понимаешь? И? Так я должен отработать. А там государственный заказ, тут заказ, там заказ. Это неважно, это Бельгия или Казахстан. Ну там разница только в том, сколько кому. Там может больше украдут или меньше украдут. Ну да. Но это же не то, что там кого-то интересует сильно качество их продуктов. Они же поэтому ничего не сделали. Вот в мире программного обеспечения что они сделали? На этой планете что? Что они сделали для других стран? Понимаешь? Они только ходят и пытаются Google задавить каким-то законодательством, Microsoft задавить законодательством. Тут монополия, там монополия, здесь монополия. Ну да. Да сделайте что-нибудь. Принесите какое-то value. Да? Вот сделайте что-то полезное. Кроме SAP я даже не знаю какая есть компания известная там на весь... Из Европы. Понимаешь? Потому что на чиновничьем вот этом году ничего сделать нельзя. Ну да. Нужна инновация, значит нужно умение, нужно знание, нужно что-то. Я говорю, сертификат. Да на тебе сертификат. Дальше что? Нет, ну правда. В Советском Союзе инженеров было там больше, чем в США. Врачей было в четыре раза больше, чем в США. И хороших. Я тебя умоляю. Нет. Я думала хорошие были в Советском Союзе. Но дело не в этом. Ну хорошо, в четыре раза больше врачей. И врач был как собраска. Врач получал меньше инженера. Понимаешь, врач и врач и инженер были унижены, как... Я не знаю, был такой анекдот, когда говорят, что... Ну там разговор с американцами. Им говорят, вот, а почему вас, значит там, черных угнетают? Они говорят, слушайте, мы же вас не спрашиваем, сколько у вас инженер зарабатывает. Правда ли? Так это до сих пор так же самое. У нас сейчас инженер зарабатывает больше, чем врач, чем учитель. Потому что вы, потому что те, кто нанимает вашего инженера, не зарабатывает денег. Ему он, допустим, как бы распиливает там из бюджета бабки и все. Если он работает на западный рынок, например, если он реально зарабатывает, если ему нужен человек, который делает... Я знаю парня. Я знаю парня. Лично знаю парня. Ему в Фейсбуке зарплату давали 500 тысяч долларов. 500 тысяч долларов зарплату. Супер. Понимаешь? Кто ему даст, я не знаю, там даже 5 тысяч, например, в Киеве? Ему же. Почему? Некуда девать то, что он сделает. Фейсбук знает, зачем он нужен и за что платить. Поэтому это признак нормативной экономики. Не инициативной, а нормативной. Бывают ситуации, когда нужна определенная сертификация. Например, там, допустим, ты имеешь дело с чем-то связанным с жизнью людей. Там, допустим, на самолетах, на, я не знаю, на транспорте, на химических реакторах или атомных реакторах. Ну, что-то. И там нужны сертификаты, которые, ну, как бы, говорят, что ты, допустим, компетентен выполнять определенный вид работы. Ну, конечно. Но там понятно, кто это делает, сертификацию. Те, кто делают реакторы, знают реакторы. Они говорят, вот сертификация. Нужно ее пройти. Ну да. Что такое сертификация по тестированию? Это что? Кто сделал? Ну, какая-то компания, у меня и других, да, решила вот взяла у себя такое право. Да, подожди. Это какой-то интересный вопрос. Минуточку, минуточку. Я не знаю. Ну, давайте сделаем сертификацию по программированию. Давайте сделаем, там, по, я не знаю, там, почему. Так можем деньги заработать. По вступлению, по вступлению, по вступлению, там, в брачные отношения или там до брачных. Готов! Сертификат. Да, поэтому, еще раз, не, ну, не, ну, не, ну, как это вот так? Понимаете? Поэтому я к этому отношусь с юмором, вот, и так, ну, как день тестировщика вот этот вот. А вы не празднуете? Ну, послушайте. Вы понимаете, что происходит? Это же абсурд, который может случиться только вот на постсоветском и советском пространстве. Вот так же, как паровоз этого братьев Черепановых, понимаешь, который никогда никуда не поехал. Или там, допустим, вот это, там, говорят, это не Маркони, оказывается, там, радиоволны открыл. Значит, они независимо друг от друга с Поповым. Но Попов-то работал в военном ведомстве, и все это было под сукном. А от Маркони все пошло, понимаешь? Ну да. Поэтому, значит, день тестировщика, это как? Это, говорят, там, жука вытащили там из компьютера, значит, и вот это вот дебаггинг, слово дебаггинг оттуда пошло. Значит, дело в том, что, подожди минуточку, но компьютер это хардвор. Вытаскивание жука из пространства между платами и печатными, это дебаггинг хардвора. Ну да. Хардвор существовал задолго до софтвора. Электроника существовала и в тридцатые годы, и так далее. Там вот дебаггинг на всю катушку. И жуков не мало, и машины тогда бы не палят. Я сам хардверщик, да? Значит, я что хочу сказать? Значит, во-первых, к тестированию софтвора вообще никакого отношения события по вытаскиванию жука не имеет. Это абсолютно не софтворное событие. Второй момент состоит в том, что, а кто сказал, что это динтестирование? Ну, вот здесь опять то же самое, как сертификация. Вот есть там какая-то международная организация. Она говорит, мы объявляем это днем там штаны. Понимаешь? Или там, вот, есть мужик там, он типа в книге рекордов Гиннеса, он там быстрее всех печатает. Он поставил пальцы на цифровой ряд, и на цифровом ряду вот так вот печатал. Ну, это книга рекордов Гиннеса. Есть отдельные чемпионаты проводятся, международные, организация здесь называется Интерстена. Она проводит чемпионаты. Он никогда не был чемпионом ничего. Вот он сел вот это вот. В книге рекордов Гиннеса рядом с ним по тайпингу есть индус, который 105 знаков носом напечатал. Это книга курьезов. Понимаете? Это курьез. Но! Ты что? Национальный герой, там все дела, там туда-сюда. К нам встречаться. А можно книжки взять? Книжки можно взять, конечно. Заходите. Свините, пожалуйста. Да. Поэтому и вот, значит, мы имеем вот этот день тестировщика. Это то, что не относится ни к тестированию. Ничего там, там ничего не тестировалось. Кто там что тестировал? Ни к софтуру. Понимаешь? Ни к дню. Потому что какие-то пацаны на каком-то форуме что-то такое сказали. После этого, значит, дальше другие пацаны тоже подхватили. И получается, что... А кто? Кто создал этот день? Этого тестувальника? Значит... Я поняла. Вас поздравлять приходить нет смысла. Нет, нет. Мы думали уже цветы купить перед темой. Вы поймите. Меня поздравить, вы можете в любой день прийти. Вы пришли. Уже праздник. Уже праздник. Мы это запомнили. Лечебный хак дадите и все. Поэтому я почему-то рассказываю. Абсурд. Понимаете? Абсурд становится каким-то событием в абсурдном месте. Понимаете? Есть места, где абсурд доминирует над общественным сознанием. И вытесняет его, и становится естественным состоянием. Вот так же с этой сертификацией. Это абсурд. И что, мое личное мнение. Я, может быть, что-то не знаю. Так как вовремя. Абсурд. 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 Абсурд.